Мы тут со Снегурочкой приехали тебя поздравить с Новым Годом. Ты ждал нас? Да. Ну вот и замечательно. Ну-ка, где у нас подарочки, Снегурочка? Держи. С наступающим тебе Новым Годом. Чтобы ты был здоров, чтобы всегда так же улыбался, веселился, как этот озорной тигренок. Лёше повезло не спать в тихий час. Встретить Деда Мороза и Снегурочку в больнице – настоящее чудо, которое устроили активисты Общероссийского народного фронта. Раньше для маленьких пациентов, которые проведут Новый Год в этих стенах, проводили конкурсы, приглашали аниматоров. Всё это было до пандемии. Но и сейчас без сюрприза никто не останется. Сегодня дети проснутся, а их ждут подарки. Кстати, утром Дед Мороз и Снегурочка уже успели поздравить ещё одного необычного и талантливого мальчика. Вы знаете, буквально то, что мы сегодня ездили, поздравляли семью, где есть ребёнок ДЦП. Вот самое главное, что для меня осталось, казалось бы, родителям трудно, сложно, да, но там такой позитив, такое желание жизни. Мы, понимая, насколько родителям тяжело, вот, ну, просто хочется этим людям что-то сделать доброе. И действительно, вот ребятишки, даже, знаете, не так как понятно, мы пришли с подарками, но была вот реакция, эмоции были на Деда Мороза со Снегуркой. Понятно, подарок, они его потом откроют, но вот это первое, это второстепенно. А первая реакция – это вот этот образ Деда Мороза со Снегуркой, который у всех у нас с детства ассоциируется с каким-то чудом, с волшебством. Даша, когда тебе уже 16 лет, это Ксения Ипатова. Её мечту исполнил Виктор Томенко. Девочка загадала билет в театр. Вместе с губернатором Ксюша посмотрела спектакль в театре «Кукол сказка». Еще одна мечта Ксюши – попасть в закулисье. Дело в том, что девочка, несмотря на проблемы со слухом, участвует в школьных спектаклях и солирует в коллективе жестового пения. Ксюшу познакомили с персонажами сказки и показали, как устроена сцена. Здесь тоже загорается свет в тониках на всех, как будто бы кто-то там живет, какие-то маленькие человечки. Исполнять мечты маленьких жителей края помогают депутаты и волонтеры. Так дошел Дед Мороз и до Амины Розиковой. Дед Мороз! Приходи, скажи, заходи! Заходи! Целую неделю ребенок жил в ожидании этого момента. Девочка написала письмо волшебнику с просьбой подарить куклу-русалку с ребенком. Желание Амины исполнил депутат Госдумы Александр Прокопьев. В городе Барнаул живет девочка по имени Амина Розикова. Ей пять лет, она мечтает о кукле. Поэтому, я думаю, пятилетнему ребенку будет правильно получить эти подарки из рук Деда Мороза. Сегодня эта маленькая принцесса в центре внимания. Она поет и танцует. А ведь когда-то врачи вынесли приговор. Амина будет лежать всю жизнь. То, что сейчас мы видим – результат родительской любви. С полтора года у нее начались руки закрываться, ножки закрываться. Но мы вот лечение, лечение, но сейчас все открывать, игрушку берет. Но стакан чая пьет маленькую, большой еще силы нет, а маленькую берет уже. Когда ты видишь, что ребенок не ходит, а другие ходят, хочется, чтобы свой ребенок ходил. И стараешься этого делать, чтобы в дальнейшем она не нуждалась в такой помощи, чтобы ее ходили, помогали. Чтобы она все сама делала. Семья Амина мечтает, что через два года она пойдет в школу своими ногами. И мы вместе с ними верим, что любовь, которую они окружили девочку, совершит настоящее чудо. Пусть все надежды и мечты сбудутся. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком.